Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы с вами вновь разговариваем про обработки винограда и расскажу, какие коррективы могут быть. В первом видео, которое я снимала в этом году по поводу обработок, я рассказала о той схеме, которую мы планировали на этот год. Схема была такова. Приблизительно по пятому листу мы обрабатываем микроэлементами и медью каким-то из препаратов, а потом вторая обработка мы делаем либо до цветения, либо после цветения, тоже медь содержащими препаратами, плюс микроэлементы. И уже третья обработка по гороху мы планировали сделать системными препаратами, но во все вносятся свои коррективы. Вторую обработку медью мы сделать не успели, ввиду того, что виноградник наш большой, это не один куст, это на сегодняшний день 80 кустов, и, соответственно, все они цветут в разное время. Вот смотрите, у кого-то уже горох, а кто-то еще во все цветет. Соответственно, не получилось сделать так, как мы хотели и планировали. Как только все отцветет, значит, тогда провести обработку медью. Но, как говорится, погода природа внесла свои коррективы. И сегодня на нашем винограднике мы обнаружили вот это, медью. Сразу я этот лист убираю, уже дальше буду рассказывать. Значит, смотрите, виноград еще цветет. Значит, что делать в таком случае? Виноград еще цветет во время цветения. Есть, конечно, люди, которые обрабатывают свои виноградники. Мы для себя решили, что для нас это нежелательно, но мы смотрим по ситуации, по обстановке. У нас этот лист был один, на вообще весь виноградник. Больше нигде ничего не наблюдается. Поэтому, как я вам показала, мы его просто удалили, убрали. Все, и наблюдаем. В общем-то, на конкретной этом кусте уже и цветение скоро закончится. Тем более, сейчас тепло. И поэтому цветение, опыление происходит достаточно быстро. Но если вдруг случится такая ситуация, что мы увидим массово поражение кустов, то, конечно, надо будет спасать куст. И тогда придется обрабатывать системными препаратами сразу. Если все пойдет хорошо, мы будем видеть, что ничего страшного не происходит, больше ничего нигде сильно не вылазит, никакие болезни. То ждем окончания цветения. И вместо того, как мы планировали обработать медью сразу после цветения, а с системными препаратами и попозже, мы пройдемся с системными препаратами прямо после цветения. Для того, чтобы максимально обезопасить наше растение. Конечно, никогда, никакие годы в это время у нас еще никаких болезней не было. Этот год очень много вносит различных корректив в работу на винограднике. И многие вещи, с которыми мы раньше вообще никогда не сталкивались за 10 лет от того момента, как у нас появился первый и даже не первый куст винограда, мы никогда не сталкивались с таким явлением, как антракнос, мы никогда не сталкивались с таким явлением, как хлороз. Но в этом году все вылазит и вылазит, ввиду и плохой прошлой осени, ввиду отсутствия зимы, ввиду очень холодной весны. Поэтому на этом сезоне, можно сказать, мы учимся, как ухаживать за виноградником в сложных условиях. На сегодня это все. Смотрите тщательно за своим виноградником. И уже исходя из того, что происходит, будете видеть, надо вам вносить какие-то корректировки в ваши обработки, либо можно еще подождать. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку «Еще» будет каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!